На днях в полицию обратилась 50-летняя женщина, с которой через мессенджер связался мнимый сотрудник брокерской фирмы BSC Prime Broker H Ltd. Великобритания. Жертву убедили перевести 3 миллиона тенге на несуществующую биржу под предлогом приумножения денежных средств. В другом случае 45-летняя октябинка под видом продажи по сниженным ценам смартфонов завладела 3 миллионами тенге двух доверчивых покупателей. Расследование по обоим фактам продолжается, сообщили в полиции. Подобные преступления стали в октябре уже систематическими. К примеру, 40-летний житель Ахтюбе из-за своей доверчивости стал жертвой мошенника. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Злоумышленник предложил обезопасить банковский счет, так как мошенники пытаются оформить кредит. Далее он попросил скачать через интернет приложение Hop2Desk и ни о чем не подреживающий мужчина совершил все действия по диктовку и таким образом на него был оформлен кредит. Уже позже, когда он понял, что стал жертвой обмана, на сумму около двух миллионов тенге обратился заявлением в полицию. Полицейские предупреждают пользователей соцсети о росте количества фактов интернет-мошенничества. Способы весьма разнообразные. Приумножение денежных средств, размещение и продаже несуществующих товаров на сайтах, оформление кредитов на чужие имена и мнимые общественные фонды. Влад Рогушев, программа «Факт».